Всем привет, это товарищ Сафронов, и да, сегодня будут трансформеры, да-да, именно трансформеры, настоящие официальные с крутой трансформацией и другими интересными фишками, ну по идее, сейчас проверим. Вы, конечно, знаете, что я максимально непредвзято отношусь к игрушкам, но трансформеры это моя слабость. Игрушки, которые были популярны в моем детстве, не отпускают мысли детей и по сей день. Только сейчас вот ассортимент больше, качество лучше, это, конечно же, я про оригинальные трансформеры. Вот у меня сегодня оригинальные игрушки. Это официальные трансформеры, игрушки от Hasbro, а трансформеры это их визитная карточка уже много лет, так что я рассчитываю, по крайней мере, на то, что тут будет абсолютное качество. Но это тоже, в этом тоже сможем убедиться. Так, 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 повнимательнее к ним сейчас присмотримся. Передо мной 4 трансформера и меня не оставляет дежавю, словно я их где-то видел уже. Но компания Hasbro заявляет, что это новинки. Вот они появились, прям вот-вот, прям одновременно с США и Россией. И, типа, старт-продаж стартует одновременно. Это, конечно, круто и отлично. И что, у нас есть такая возможность. Но правда ли, что это новый трансформер? Сейчас разберёмся. Сейчас, сейчас. Начнём с Бамблби. И давайте я раскрою, как бы, все карты. Почему же они могут казаться вам знакомыми? Ну, дело в том, что нетрудно догадаться, что они сделаны по киношным образом персонажей. По запоминающимся сценам из вышедших фильмов. Вот. Они уникальны в своём роде. И действительно, это новый продукт с новым дизайном. Мало того, данная серия подразумевает под собой коллекционную ценность. И на это будет намекать один из элементов в комплекте. Но об этом чуть позже. Открываем. Достаем. Здесь есть трансформер. А также ещё другие элементы. Информация и инструкция, естественно. По сборке. Итак, Бамблби, да. Вот он. И знаете, ощущение вот просто от пластика, от того, как держишь оригинал Hasbro в руках, совсем другое, чем от того, что я кучу раз держал всяких разных трансформеров. И, ну, вот такой внутренний ребёнок просыпается, когда ты берёшь в руки настоящего и понимаешь, что, ну, вот, сейчас будет здорово. Сейчас тебе всё понравится. Ты будешь классно собирать. Его можно классно как-нибудь поставить. И он прослужит много лет, и, возможно, твои дети и внуки будут играть ещё с этим трансформером. Так же, как и было, когда берёшь оригинал, тебе там родители дарят, в детстве дарили оригинал какой-нибудь, так вот совпадало. И они до сих пор существуют, вот эти трансформеры у меня, например, которые оригинальные. А, естественно, всякие там поддельные, они развалились, и ничего не стоит сейчас. Тогда как оригинал, да, коллекционную ценность имеет, ну, и просто эстетическую и функциональную. В него можно до сих пор играть. Здесь тоже всё, видите, с подвижностью прикольно. Вот так вот можно различные позы придавать ему. То есть, с ним можно играть. Смотрите, здесь подвижное. Здесь вот в колене подвижное. Так, где ещё вот стопа подвижная у нас? Здесь и торс двигается. Вот, по идее, да, по идее двигается торс, всё. И руки поднимаются вверх, изгибаются в локте, крутится локоть, и изгибается ещё кисть. Видите, и в кисть ещё можно что-то дать такое ему. И плюс голова даже поворачивается и поднимается. Смотрите, обалдеть. Это круто. Да, с подвижностью всё норм. Ну и качество пластика от этого, качество трансформации, долговечность игрушки будет тоже зависеть. Естественно, как вы думаете. Так, ну по поводу внешнего вида, значит, мне единственное, что... Мне нравится его внешний вид. Единственное, что мне нравится, как он выглядит спереди. Мне очень нравится, как он выглядит сбоку. Здесь как-то, по мне, пустовато немного. Вот здесь то ли это вот так должно быть. Вот так ещё более пустовато. Как-то вот так, может быть. Ну, как по мне, вот спереди, конечно, лучше всего. Он выглядит замечательно, так классно. Ну, очень, очень, очень круто выглядит. Спереди много всяких элементов детализации. Очень крутая. Смотрите, много мелочей сделано. Покрас хороший, по крайней мере, вот у тех моделей, которые у меня. Они все сделаны очень хорошо. И по детализации, и по покрасу. Нигде ничего не накосячено. Всё ок. А по поводу трансформации мы сейчас обязательно посмотрим. Единственное, что хотелось бы сделать, вначале ему руку оторвать. Почему бы и нет? Берём вот так вот, опа, и отрываем руку для того, чтобы показать, что здесь есть ещё, типа, вот такая штуковина. Оружие. У каждого есть, или не у каждого, сейчас разберёмся, опять же, есть оружие. Ну, вот у Бамблби есть, как минимум. Есть оружие, можно его поставить. Вот так вот ставим сюда. Опа, и так он с оружием смотрится, типа, вот такой вот, можно так его ставить на полке и играть с ним. Ну, если обратиться тут вот к инструкции, тут нарисовано, что его можно сзади где-то прикрепить, вот, ну, типа, сюда, наверное. Я даже не знаю, вот сюда. Можно прикрепить его и сюда, и потом можно прикрепить его, когда он будет в альтернативной форме, тоже. То есть, ну, типа, не потеряется, видите, как бы, учли мои пожелания. Ну, не знаю, странно, немного здесь смотрится. Ну, может быть, не так точно ставится, но... Можно закрепить, как минимум, как-то можно закрепить, вот так. Так, эти трансформеры, это для тех, кто любит в трансформерах трансформацию. Так что здесь за 22 шага нужно будет его трансформировать. То есть, это такой увлекательный процесс, который займет у вас какое-то время. Вот в такое крутейшее Chevrolet трансформировали. Очень здоровский внешний вид, классный, отличный. Будет приятно посмотреть на нее, когда соберете и поставить на полочку. И даже, может, какое-то время не разбирать. Хоть я люблю, конечно, лично я люблю больше форму трансформеров роботов. Именно потому что, ну, вот такие узнаваемые сразу персонажи и образы. Но и так это приятный такой бонус. Вот эту штуковину куда-то вот сюда рекомендуют прицепить. Можно, если, типа, не хотите потерять. Вот так можно поставить, и она будет там, типа, где-то у вас. Но я считаю, что можно и отдельно, либо я, еще раз говорю, я поставлю роботов. Его в форме роботов все равно буду на полке хранить. Но, так, значит, клевая штуковина. Как вы видите, все получилось, все нормально, все хорошо. Альтернативную форму посмотрели. Выглядит и то, и то здорово. Собирается интересно и все качественно. Вы поняли. И нам нужно посмотреть еще, что у нас тут внутри. В комплекте есть, а в комплекте есть вот такая картонка. И она в этот раз специальная такая картонка, между прочим. Здесь производитель хотел сделать акцент на том, что это не просто игрушки по фильму, а по знаковым событиям, эпизодам из этих фильмов, из разных. И по этой причине разместил в каждую коробку специальный стенд, позволяющий, ну, проникнуться моментом. Можно сказать, так данная модель сделана по эпизоду с погони Бамблби. И вот здесь, как вы видите, вот такой вот кадр у нас. Обязательно посмотрим, что в других проверим. Ну, а как по мне, что данные, конечно же, стенды сделаны для того, чтобы украшать. Ну, можно было бы полку любую, потому что... Ну, и сейчас я давайте поставлю форму трансформера. И на полке будет, конечно, смотреться интереснее, когда вот такой вот стендик есть. Вот такой у нас получается стенд. Это пряча у меня коробка. Коробка, он отдельно у нас идет вот здесь вот. А это стенд. Так раскладывается, ставим красиво на полочку и наслаждаемся внешним видом. Вот так, выбираем какой-нибудь хороший такой вот ракурс. Берем фигурку, ставим в любимую какую-нибудь интересную позу. Боевую или просто героическую. Вот так. И все стоит на полке, радует глаз. Пока отставляю, давайте к следующему перейдем. Вот первый мне Бамблби, пока понравился. Следующий это Стринга. Стрингер. Не знаю почему. В общем, такое, так я произнес. Десептикон, Стрингер и красный клевый. Крлевый. Крутой и клевый смесь слова. Пользуйтесь новое. Вот так вот выглядит. В такую спортивную тачку он у нас трансформируется. Обязательно сейчас тоже посмотрим. 21 движение на одно движение. Меньше для тех, кто не очень любит много трансформировать. Но, по идее, эти вообще трансформеры для тех, кто любит таким заниматься. Начинаем. Давайте распаковываем. Посмотрим. Грозный, 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 мощнейший Стрингер. Лопасы. И своим внешним видом. Да и по природе. Клевый и классный враг. Десептикон. И дизайн у него отличный. В фильме тоже все получилось у него здорово выглядеть. Я имею в виду. Потому что, ну, посмотрите, как он может не внушать страх у врагов своих. Клевый. Да, действительно. Отличный Десептикон. Отличные цвета. Отличный вот здесь дизайн. Смотрите, здесь как и спереди, и сзади. Все довольно здорово сделано. И вот такой, прям такой, ух, ух, крепкий такой. Прям мощный. Мощный трансформер. Ну, они все классные, но Стрингер мне нравится из-за того, что, ну, наверное, красный цвет. Он такой еще тоже агрессию придает. И тут у него получается вот такая штуковина на руке. В общем, давайте посмотрим теперь на его трансформацию, альтернативную форму. Потому что, ну, по подвижности здесь все то же самое. Сгибаются. Ну, здесь немножко другая подвижность. Сгибаются в колени. Здесь стопа неподвижна, такая, как у Бамблби. Но это из-за того, что трансформация другая. Здесь плечо чуть-чуть меньше двигается. Например, вверх не так поднимается. Рука вот здесь не двигается, например. Ну, можно что-то ему в руку типа, по идее, дать. Голова подвижна. Вот, кстати, тоже она поворачивается вправо-влево и наклоняется вниз. Ну, вот тоже это хорошо. И еще сзади есть вот такая штуковина. Вот такой вот набор лезвий различных. Они отдельно, кстати, были закреплены в коробке. А потом, если вы заметили, вот так вот поставили эту штуковину. Опа! Видите, лезвия снимаются. Кидаются в кого-нибудь и обратно ставятся, например, по вашему желанию. Или не ставятся, если не хотите. Или ставятся. Или не ставятся. Здесь уж как душе будет угодно. Или можно ее, вот эту штуковину, спрятать. Вот так будет за спину. Или поднять над спиной. Тоже можно. Это клевый, клевый. Давайте теперь попробую его трансформировать в его форму автомобиля. Потому что... Ну, вначале... А, нет, еще давайте посмотрим немножечко на... Вы взглянете на покрас. Потому что здесь все очень тоже здорово. Хорошо сделано. И детализацию. Посмотрите, сколько мелочей всяких. У них, опять же, исполнены шестереночки всякие. И всякие другие элементы. А фары, о, смотрите, как блестят. Классно. Ну, все, давайте соберу сейчас его и посмотрим. Он должен быть круто. Он должен круто выглядеть, серьезно. И у него тоже будет подставка. Ну, вначале соберем, потом разберем, потом соберем. Ну, вы поняли уже. О! Такая тачка получается. Очень красивая получилась машина. Классная, спортивная. И приятно, знаете, вот когда вот собираешь последние элементы, уже действительно прям такой... О! Да, получилось! Е! Это ощущение, когда вот много этапов действий. По сборке трансформеров всегда такое ощущение, типа, ликующее немножечко. Так вот, знаете. Видите? Ей! Ура! Получилось! Так. У нас здесь есть еще, между прочим, вот эти диски. Их можно тоже, типа, пишут, закрепить. Можно закрепить их вот так вот снизу. Смотрите, два вот так здесь можно закрепить. И два закрепить еще по бокам. Они будут... Будет выглядеть вот так круто. Смотрите. Опа! Вот так. Как будто он едет и... Дисками кого-то подрезать может по дороге. Вот. Ну и сейчас посмотрим, давайте, на его вот этот фон. Вот так вот берем. Раз. Два. Расставляем. Всегда говорю, что отличное же качество в печати. Всегда на внутренних таких всяких кладышей. Почему не использовали их до этого в качестве стендов? Невонятно. То есть, это прям напрашивается. Посмотрите, да? То есть, ну так вот, раз, и получается отдельный стенд. Сразу как бы, ну, эффект от фигурки увеличивается. Можно вот так вот поставить. Можно и вот так поставить. Но согласитесь, так как-то она теряется, да? Скорее. Наверное, лучше поставить в форме робота. Сейчас я опять разберу и поставлю уже в форме робота. И вот сюда. Грозный десептикон на подставке. Классно смотрится. И в коллекции будет, и даже по отдельности будет отлично смотреться. Так, давайте к следующему перейдем. Ну, а теперь этот Кроубар. Еще один десептикон. У меня тут поровну два десептикона, два автобота. Вот так получается. И один краш другого. Ну, мощнее другого, я не знаю. Можно разными эпитетами пользоваться для определения трансформеров. В общем, он трансформируется еще в довольно классную тачку. Это будет круто. Даже не знаю, здесь в этом случае что выбрать. Хотя эти треды его. Ага. Нет, наверное, оставлю именно так. 20 движений еще меньше. Ну, уменьшения идут. Но, по-моему, у Рэдчета у меня последний. Рэдчет, если вы заметили. Там, по-моему, побольше. Ну, давайте. Распакую и сейчас посмотрим. Ну, что же. Злобный и мощный. Такой прям агрессивный. Зверюга механическая. Согласитесь. Смотрите, какой. А, красавец. Эти драды, конечно, его. Механические драды. Можно расправлять. Так, причеши своего десептикона. Такая игра. Может быть. Ну, или какая захотите. Итак, у него, значит, такая стоечка какая-нибудь. Должна быть обязательно агрессивная такая. Ох, сейчас как будто прыгнет сиганет на вас. Очень-очень классный дизайн. Внешний вид отличный. Я думаю, что будет тоже на полке смотреться классно. И есть у него еще оружие. Вот такие штуковины. Да. Я не помню, к сожалению, там, типа, он использовал в фильме или нет. Но у него есть какие-то такие вот шипастые штуки. С ними он выглядит тоже интересно, классно. Не знаю, можно ли их использовать будет. Где-нибудь его автомобили прикрепить. Да, сейчас разберемся по инструкции, что есть. Но мне и так нравится, как он выглядит. Ну, кстати, вот написано, что у них есть такие крепежи. Можно просто вот назад повесить. Допустим, они будут висеть, дополнять просто образ его. Такого, что он сейчас их схватит. Ну, или просто держаться здесь могут. В общем, ну, классно, скажите. Смотрите, как я сейчас поближе покажу вам. Увидите. Увидите его особенности покраса. Хорошие, хорошие мелкие детали прокрашены. Очень много. Опять же, всяких элементов дизайна, которые вот здесь дополняют образ. Различные проводки какие-то, механические части. Здорово. Когтистые лапы какие, а? А посмотрите, вот у него не только здесь лапы когтистые, да? Обратите внимание, что и здесь тоже когтей полно у этого парня. Так, вот эти штуки снимем сейчас. Давайте, наверное, я его соберу в тачку. Тачка здесь тоже должна быть интересной получиться из него. Казалось бы, такой он крутой, весь из себя хищный, а тачка будет брутальная. Ну, я же говорю, тачка, смотрите. Ох, ух, 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 ух. Ох, ух, 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 брутальная. Классная, с его десептиконов. Ох, хороша, хороша. Да, и Автобот хороши и десептиконы, и здесь собирается, кстати, да. Действительно, либо я уже приноровился, либо вот, как бы, попроще, действительно. Эти несколько движений решают, потому что, да, прям чувствуется, я уже оп-оп-оп, и там уже не так смотрю в инструкцию с Bumblebee было тяжелее всего. А ещё есть вот эти штуковины, можно их куда-то, написано, сюда, что ли, куда-то сюда прицепить. Ну, не знаю, как это будет смотреться насчёт того, что прицепить сюда. Ну, вот так как-то, конечно, опасно с такими ракетами разъезжать по городу. Но так, мне кажется, конспирация не очень. Поэтому я их убрал, если честно, опять же. Ну, а для игры они, может быть, конечно, и подойдут. А для того, чтобы на полке поставить... Ну, и он же у меня всё равно будет стоять в образе робота. Ну, и сейчас обратно его соберу. И, как водится уже по сегодняшнему выпуску, на стендик, на стендик. Вот так вот эпично, на фоне взрыва. Прям как будто у него голова взрывается, правда. И такое ощущение у меня есть, что, конечно, не для машинок стенд. Потому что больше он подходит по размеру. И там сзади дорога, и там дорога, и там как бы дорога везде есть. Как будто перспектива такая, ну, как для машинки. Но тогда он слишком высокий. Как по мне, лучше я вот буду ставить. Ну, почему это же как бы личная собственность. Что хотите, то с ними и делайте. Возьмёте себе таких. Ставьте машину, ставьте другого трансформера. Ставьте не трансформера. Ставьте как хотите. Ставьте машинкой. Ставьте в форме робота. Я буду вот так ставить. Рэчет. Вот в таком варианте. Классный цвет. Здесь такой насыщенный, яркий. Прям здорово. Прям японское наследие чувствуется. Вы знаете, в таких цветах у меня нравится. Ну, вы знаете, да, что изначально трансформеры были. Из Японии у нас. Поэтому в таком дизайне они мне нравятся. Мне вообще нравится очень классический дизайн. Вообще больше, чем современные классические. Мне нравятся, конечно. Но вот в таком варианте мне эти тоже парни. Приятно смотреть на них. Они классные. Особенно вот этот Рэчет. Там Бамблби тоже очень классный. Да и все. Нет, мне тут и десептиконы крутые получились. Прям вот сто разки я сейчас смотрю. Повернул голову. Посмотрел на них. Думаю, да. Но надо сейчас и собрать Рэчет там, чтобы посмотреть и на его форму робота. Она классная. И на тачку. Тачка здесь. Ух, тоже огонь. Так, давайте распаковываем. И ох, красота. Красота. У меня слов просто нет. Потому что он выглядит очень круто. А он, не знаю, насчет того, круче или нет. Остальных мы сравним. Потому что они каждый своим характером. У каждого своя поза, заметьте. Это абсолютно разные, совершенно разные модели. И у каждого своя поза, передающая характер. И здесь такая он, такая интересная. Он одновременно вроде, да. И такой весь боевой и гордый. Ну, здоровский. Здоровский. В отличие от, например, предыдущего, да, трансформера, который был такой хищный. И вот явно такая вот злодейская даже поза. Такая звериная какая-то такого хищника, зверя. Непонятно, затаившегося. То у этого героическая, героическая поза. Ну, и очень клевый цвет. Очень крутой цвет. И элементы все здоровские. Мне нравится. Здесь еще есть у него, смотрите, вот такая штуковина. Вот она ему вообще не мешает. Классно дополняет только. Образ очень клево. Такой серебряный цвет придает здоровский шарм. Такой вот этот элемент об остальном здесь есть. Видите, некоторые элементы покрашены серебряным, некоторые серым. И вот этот получается такой яркий элемент, конечно, в дизайне. Да. Ну и, соответственно, так, сзади. Ну, сзади немножко нагромождено. Как по мне, однако спереди выглядит отлично. Потому что, ну, его задача стоять. Вот он будет точно на стенде очень круто смотреться. Ну и я ошибся немного, 18 здесь всего движений. За 18 движений он трансформируется по этой инструкции. Сейчас я соберу, покажу вам. И, как я и говорил, машина тоже класс. Классно. Посмотрите, цвета. Да, и внешний вид, дизайн, все рисуночки. Все очень хорошо выглядит. И сверху всякие фонари, колеса. Колесо, точнее. Правда, есть один прикол. Сейчас покажу. И очень круто выглядит вот этот элемент. Он и на его форме робота выглядит классно. И так смотрится тоже отлично. И здесь есть еще вот возможность сюда установить эту пилу. Знаете, как бы особенность вот этой альтернативной формы, то, что они, конечно, ну, скрытные, да? Это скрытность. Но в этом случае, как бы, круто, конечно, да? Но не скрытно ни разу такая пила. Скорая с такой... А это пожарная машина с такой штуковиной. Да. Да, ну, разместить здесь можно. Да, ну, в общем, крутая, крутая тачка. Тоже классная. Собирается так вот. Прямо они хорошие такие, цельненькие, проченькие. Ну, можно катать их, пожалуйста. Можно играть как с машинками. И сейчас поставлю обратно в робота и на стенд. Посмотрим. Раз. Опа. И, ну, он будет идеально смотреться, конечно, на таком стенде. Его форма. О. Позволяет разместиться здесь вообще очень комфортно. Хочешь так. Да, хочешь так. Хочешь. Интересно, на одной ноге может? Да, может спокойно. На одной ноге разместиться. В общем, классно. Да, здесь ему прям самое место. Вот так. Ну, из какого же эпизода он? Кто знает? Ну, я думаю, что все знаете. Ну, давайте сейчас я их выстрою и на всякий случай напомню вам. Итак, у нас Бамблби из первой части. Вот этот эпизод. Из первой части фигурка по эпизоду первой части. Трансформеров так же, как и Ретчетт. Так же он из первой части. Стрингер из третьей части. А Кроубар из четвертой части. Вот их можно так расставлять на полке на этих стендах. Или же, например, без них. Перед нами в итоге очень интересная коллекция. Производитель явно говорит о коллекционной ценности. Это мы поняли. Но я все же прекрасно понимаю. В первую очередь, трансформеры – это игрушки. И игрушки многофункциональные. Получается, это и робот с возможностью играть как фигуркой. Это и машинка, которую можно гонять и так далее. Но это еще и своего рода головоломка. Собрать и разобрать как кубик Рубика. В общем, понимаете, да, такого рода. То есть, это действительно многофункциональная, качественная вещь. И тут важно, я считаю, брать оригинал. Да. Мне очень понравился формат выпуска таких фигурок. То есть, ну вот именно размер. Им очень-очень здоровский. И для игры, и для коллекции подойдет. Да. Я коллекции остался доволен. И всех заинтересовавшихся приглашаю я по ссылке в описании. Как уже говорил, я их можно купить уже сейчас. На самом деле, это знаковое событие, что продажи у нас стартовали одновременно в США и в России. А весь мир подождет, внимание, до мая. Представляете, мы и обладатели эксклюзивных трансформеров. Так что, если есть такая возможность и желание, я вам предлагаю поддержать эту всю историю и купить трансформеров по ссылке в магазине Озон. Эксклюзивно в магазине Озон прямо сейчас. На этом, пожалуй, все. Ждите новых обзоров трансформеров на моем канале. Удачной вам коллекции. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»